всем привет с вами дмитрий урсул это еще одно видео из категории экспериментов где мы сравниваем плагины сделанные по эмуляции каких-то классических приборов от разных производителей сегодня мы будем рассматривать классический компрессор la2a который является оптическим компрессором то есть решение о компрессии сигнала принимает оптический элемент ну не будем вдаваться сильно в схемотехнику вот так вот он выглядит самый известный от теле троникс то есть тоже достаточно старой версии сейчас права принадлежат universal audio на его издание и они собственно их издают в разных версиях и также среди плагинов конечно же есть очень много различных версий этого легендарного компрессора он он очень простой в настройке так всего две ручки и при этом он достаточно мягкие за своей оптической структуры он очень подходит для каких-то больших таких динамически активных инструментов но при этом которые должны сохранить свою такую общую динамику то есть он более медленный он подходит для кого-то балладного вокала то есть не очень резкого где нет каких-то резких фраз где все так медленно мягко для фортепиано отлично для струнной секции то есть где нужна динамика но при этом ее нужно чуть-чуть держать под контролем то есть вы не хотите срезать прям полностью какие-то там выплески гром громкостные но при этом хотите держать под контролем таком случае вот этот компрессор он очень хорошо для этого подойдет потому что какие-то более быстрые компрессоры они скорее всего будут просто обрубать динамику и такие динамичные партии просто скомпрессировать из них всю жизнь из них доставай скажем так я покажу пример работы тех плагинов которые у меня есть моей коллекции на примере вот такой такого фортепиано давайте послушаем просто она звучит без обработки здесь видно что дорожка достаточно динамичная то есть это то о чем я и говорил то есть когда у нас динамика такая плавная то есть здесь часть играет достаточно мягко здесь она чуть громче здесь еще чуть громче тут совсем тихо и бывает так что вот в эти громкие места как раз хочется чуть-чуть держать под контролем в миксе они бывают начинают немножко доминировать и ну хочется держать под контролем можно конечно делать автоматизацию но компрессором как-то это делать привычнее и вот я здесь специально зациклил такой фрагмент где у нас начинается с тихого и плавно возрастает громкость то есть такой такой крещендо идет у нас в партии фортепиано особенно этот вот аккорд первый такой достаточно мощный где появляется бас и давайте посмотрим кто у нас сегодня в нашем списке скажем так конкурсантов у нас здесь 4 плагина это от силой 2 и от waves это виси 2 и от native instruments сам это аудио телой 100 и от софтюб и тирекс white ту эй от собственно тирекс и кей мультимедиа я уже пошел от обратного с этими настройками я добивался уже здесь настроил так чтобы примерно была одинаковая компрессия то есть на одинаковый уровень и примерно одинаковых она и громко здесь собственно всего две ручки то есть у нас пик редакшн это уровень компрессии то здесь у нас нет соотношения здесь у нас нет атаки релиза здесь мы просто можем выбирать уровень вот этого пик редакшн то есть именно компрессии от этих пиков каких-то всплесков и просто ориентироваться по значениям насколько происходит компрессия и уже потерю громкости мы компенсируем с помощью вот этой ручки гейн и соответственно ручка гейн она тоже обладает своими гармониками так как выходная эта секция на ламповая у этого компрессора было изначально и соответственно здесь добавились такие ламповые гармоники когда вы добавляете этот гейн то есть этот компрессор тоже чуть окрашивает сигнал вот это касается всех этих эмуляций так или иначе но мы будем естественно смотреть например здесь у софтюб есть отдельная прям графа страшен где можно еще больше усилить эту лампу и ситуацию либо сделать чистый без сатурации либо оставить на нуле то бишь normal то есть нормальное для этого прибора то есть то какой плюс-минус реальную компрессию задавал оригинально этот la2a компрессор здесь кстати сразу помечу наверняка заметили есть возможность выбрать атаку быструю и медленную и релиз быстро медленно чего нет у классических версий но я поставил слов так как именно за счет медленной атаки и медленного релиза этот компрессор и славится своими свойствами поэтому я здесь поставил режим слов чтобы именно сделать из этого плагина такой более классический вариант что же давайте послушаем собственно 1 1 нашего прецедента это силой 2 и от waves то есть звук такой стал более ровный особенно на вот этом в мощном аккорде хочу раз послушаем без то есть слышно компрессии то есть звук выровнялся я чуть-чуть добавил громкости и поэтому как бы у нас скорее не вот эти громкие но то стали тише а скорее тихий но ты стали громче и выровнялись по уровню с уже басовыми нотами так перейдем дальше следующий у нас от на этих инструментс версия эта версия такая чуть более зажатая особенно на басовом аккорде слышно что у нас прям басовый аккорд как будто чуть-чуть такой задушенный у кого-то прям совсем провалился по громкости и это слышно особенно в наушниках и общество советуем все эти эксперименты видео по экспериментам слушать на хороших либо мониторах либо наушниках с хорошим динамическим диапазоном чтобы вы именно могли оценить эту громкостную разницу особенно вот в конкретном этом видео где мы где речь идет в первую очередь о работе с динамикой с громкостью то есть вы должны ощущать поэтому советую на свежий слух и в наушниках именно оценить разницу этих плагинов так следующий у нас идет t-rex здесь уже нет такой задавленности по звук он чуть ближе к waves он показался мне таким вообще самым таким незаметным то есть если сравнить до то он такой прям самый живой то есть этот басовый аккорд он минимально съелся поэтому если бы я делал обработку уже такую финальную я бы скорее всего остановился на выборе на этом компрессоре уже то есть он мне сейчас уже из трех больше всех понравился но давайте посмотрим что он нам предложит софтюб тоже хороший вариант в принципе тоже достаточно близок к этому от тирекс варианту но чуть-чуть он мне показался чуть менее даже дышать дышащим так сравним еще раз тирекс да достаточно тоже живой то есть я бы наверно выбирал бы среди этих двух потому что waves у нас он чуть более зажимает этот аккорд там слышно как проваливается то есть либо тут нужно делать меньший пик редакшен но все равно у него так и чуть побыстрее то есть этот басовый аккорд не успевает прозвучать он быстрее начинает компрессироваться в отличие от а так вот этих двух версий поэтому наверное от вы все версию использовать здесь не стал еще раз послушаем версию вот на этих инструмент ну а да он уж так и достаточно зажатый при этом весь вся партия становится зажатой то есть несмотря на то что здесь он показывает примерно ту же ту же степень компрессии что и другие приборы но звук становится таким более зажатым то есть нет вот этой микро динамики который все таки хочется оставить то здесь нет вот этого эффекта такого пампинга как будто после каждого аккорда каждого на каждый нот у нас просаживается чуть-чуть звук но опять же это очень хорошо слышно в наушниках бачерс послушаем софтюб ну да он близок к тирекс но тирекс мне честно говоря понравился больше всех из этих четырех именно в этой в этом конкретном случае то есть опять же каждый раз я выводе говорю что самое главное это понимать что вы хотите достичь что есть цель это не плагин цель это даже не настройки этого плагина не какой-то там пресет а цель именно то что вы хотите достичь и достигаете вы этого или нет то есть и возможно можно здесь как-то где-то какие-то ручки чуть подправить подкрутить и получить чуть ближе к тому что у нас здесь выдал тирекс то есть если у вас нет в наличии этого плагина то то можно постараться из других плагинов достичь такого же результата. То есть, опять же, я здесь сделал такие некие настройки примерно одинаковые, а потом выбрал лучший плагин, который при этих настройках звучит максимально, скажем так, как мне это хотелось, чтобы звучала эта партия фортепиано. То есть, опять же, этот эксперимент чисто просто сравнить разные интерпретации от разработчиков, как они видят один и тот же прибор, и как они могут его воссоздать с помощью своих каких-то алгоритмов. Поэтому здесь нет какой-то рекламы или какого-то совета использовать какой-то тот или иной прибор. Это такой, скорее, просто развлекательный эксперимент. И в то же время я стараюсь донести, что важно именно помнить, чего вы хотите добиться, и не обращать внимания на производителя плагина, на то, как часто вы им пользовались, и то, как часто кто-то другой им пользовался этим плагином. Если он в данный момент работает, и вы достигаете с его помощью то, чего вы хотите, то нужно им пользоваться. Если там какой-то суперрекламированный плагин, которым все пользуются, в вашем конкретном случае делает звучание хуже, значит, он вам сейчас не подходит. То есть, нужно брать либо какой-то другой прибор, либо вообще какой-нибудь там, может, и не факт, что вообще нужна компрессия, то есть нужно смотреть, может, можно просто решить обычной автоматизацией громкости в конкретном каком-то моменте, это если идет речь о таких-таких более живых партиях, где очень важна динамика. То есть, как вы видите, у нас всегда разные цели, всегда разные задачи, и нужно отталкиваться именно от них, а не от плагинов, а не от возможностей плагинов, не от ручек плагинов, не от пресетов и так далее. Поэтому мой главный совет – это изучайте плагины, изучайте лимит их возможностей, диапазон, но всегда помните о цели, которую вы пытаетесь достичь, загружая на линейку эффектов тот или иной плагин. То есть, для чего вы это делаете, у вас всегда должно быть понимание. И всегда сравнивайте до и после, стало ли лучше, стало ли хуже. Вот, собственно, такой мой главный посыл. Ну а так, я желаю вам всем побольше экспериментировать, успехов в вашем творчестве. На сегодня это все в этом видео. С вами был Дмитрий Урсул, и увидимся с вами в следующих уроках. Всем пока!